Здравствуйте, дорогие друзья! Я президент Ассоциации любительского хоккея России, президент хоккейного клуба, мужского хоккейного клуба «Алиния», президент Федерации хоккея с мячом в городе Москве. И также я гендиректор сети медицинских центров «Алиния». Меня зовут Бородев Алина Юрьевна. Я считаю, что хоккей – это вид спорта номер один в нашей стране. Если мы говорим о хоккее с мячом, то это вообще считается нашим основным вид спорта. Хотя очень многие почему-то путают хоккей с мячом, с хоккеем на траве. Нет, это не хоккей на траве. Это хоккей на коньках, на очень большом поле, только с мячом. Так же с клюшками, только с мячом. У нас сейчас в стране около миллиона хоккеистов-любителей. И наша ассоциация объединяет этот миллион. Я считаю, почему еще наш национальный вид спорта, наверное, потому что это вид спорта для сильных, мужественных и настоящих мужчин, которые подчеркивают наш национальный характер, нашу широту души, если мы говорим о русском хоккее, мужественность, наше чувство коллективизма, чувство локтя. Ведь не даром Владимир Владимирович сказал, что Россия – это не страна, это цивилизация. А нашей русской цивилизации присущи такие черты, как творчество и коллективизм. Но разве не эти черты проявляются в характере, в русском характере? Поэтому это, конечно, однозначно хоккей. Безусловно, мне могут сказать, что такие черты проявляются в других видах спорта. Да, конечно, спорт – это, наверное, всегда какое-то преодоление себя. Но хоккей – это еще и командная игра, это где-то еще и жесткая игра. Хоккей – это не просто игра. Хоккей – это, наверное, история о преодолении себя. Очень важная история. И не случайно у нас такие в России успехи хоккейные. Наверное, потому что это действительно соответствует нашему эмоциональному характеру. И мы объединяем уникальные организации, которые объединяют всех хоккеистов на территории России. Непрофессиональные лиги, команды, федерации, которые у нас есть. И не только их. Мы объединяем предприятия, которые напрямую связаны с любительским хоккеем. И которые косвенны, потому что мы все-таки хоккеисты-любители. И мы делаем все для развития этого прекрасного вида спорта. Потому что, опять же, многие говорят, что любительский спорт – это, ну, как бы, немножечко несерьезно относятся к нему. Хотя я считаю, что одна из главных функций профессионального спорта – это вовлекать любителей в спорт. Потому что любительский спорт – это здоровье нации. А в случае с хоккеем – это и формирование еще мужественности. А это очень важно. В том числе и для нас, для женщин. Я пока что единственная в мире женщина-президент мужского хоккейного клуба, хоккейной ассоциации. И как женщина, я могу сказать, что для нас самое главное наше счастье, когда рядом с нами мужественные, настоящие мужчины. А это, конечно, хоккеисты. Потому что спорт вырабатывает черты характера присущие настоящим мужчинам. В соцсетях ассоциации сейчас ходит около 500 хоккейных команд и около 50 лиг. Возраст в основном 18+. Но до бесконечности. Мой папа закончил играть в хоккей, когда ему было 75 лет. И то потому, что подбили, иначе бы до сих пор играл. То есть это люди всех возрастов. Но сейчас также мы в ассоциации начинаем заниматься и детским хоккеем. Потому что не все детишки хотят стать профессионалами. И есть детские и такие же любительские команды, которые тоже мы активно принимаем в ассоциацию. Но насколько я знаю, что самый возрастной игрок это 93 года. Поэтому в хоккее нет ограничений. Наши клубы находятся по всей России. Вот если вы захотите вступить в какой-либо клуб, мы просто подбираем тот клуб, который удобен для вас. Потому что любители это такая категория, которая делится, ну если говорить языком, допустим, в ночной хоккейной леге, на много дивизионов. Дивизионы все разные. То есть есть там, условно говоря, самый высший дивизион, где играют бывшие профессионалы. И есть самые низшие, которые любители, которые только-только стали на коньки, которым нужно только приобретать форму. Ну вот у нас последний сезон в Бенхайл было 8 дивизионов. То есть это 8 разных уровней абсолютно команд, которые играют. И поэтому можно начать с нуля. И начать с нуля можно абсолютно в любом возрасте. У нас в ассоциации есть команда, которая представляет, сборная АЛХ, которая представляет всех хоккеистов-любителей России. Она представлена людьми разных профессий. В команде 15 генералов, всех силовых ведомств. Традиционно в хоккее играют силовики. Это самые мужественные мужчины. Поэтому мы представили силовые ведомства в сборной ассоциации. Также играют много звезд. Мой вице-президент Александр Масовой, вице-президент Сергей Светлов, олимпийский чемпион. И 8-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин. Они всегда, естественно, входят в состав команды. Плюс Кирилл Андреев из группы Иванушкин Интернешнл. Очень много артистов, ребята, которые из молодежки играли. То есть у нас вот такой вот состав, который представляет хоккеистов-любителей России. Которые выступают у нас в галоматчах. Но мы играем не только в хоккей с шейбом, мы играем в хоккей с мячом. И для того, чтобы повысить популярность этого вида спорта, совсем недавно, в июне месяце, мы провели первый в истории галоматч. Первый тайм мы сыграли в хоккей с мячом, а второй период мы сыграли в хоккей с шейбой. Матч вызвал очень большой резонанс. Теперь люди хотят эти матчи диражировать, скажем так, по России, потому что это что-то новое, оригинальное. Но опять же я подчеркну, что все-таки русский хоккей – это наш национальный вид спорта. Это часть нашей национальной идеи, часть нашей души, которую нужно развивать, нужно пропагандировать, конечно. Мы всегда порекомендуем хорошую хоккейную школу, где члены ассоциации всегда получат какую-то скидку. То есть практически все члены ассоциации, все команды, все лиги, они пользуются определенными преференциями. Потому что, как я уже сказала, в ассоциации хоккей есть масса компаний, которые являются тоже нашими партнерами. Они предоставляют скидку для членов ассоциации. Ту же самую клюшку и коньки он может купить значительно дешевле, нежели просто пойдя в магазин. И это уже большой плюс, который тоже позволяет развивать хоккей в нашей стране. А когда он уже выбирает команду, то есть в каждой команде есть свои условия. Команды в любительском спорте, они бывают разные. Они бывают спонсорские, где человек действительно может бесплатно... Это в основном корпоративная, наверное, какая-то история такая, когда какой-то там руководитель предприятия собирает свою команду, и таких команд очень-очень много. Там люди бесплатно занимаются хоккеем, другими бедным спортом. Есть команды наполовину спонсорские. Спонсоры оплачивают, допустим, форму, еще что-то такое, часть льда. А есть команды, которые живут на самоокупаемости. То есть это люди собираются, они собирают какие-то средства. И на эти средства существует команда. И надо сказать, что команды, которые существуют на своих средствах, это самые долговечные команды. Хоккеем занимаются, естественно, во всех организациях, но нашими основными партнерами являются Профессиональный комитет Федеральной налоговой службы, компания «Росатом», хоккейный клуб «Динамо Москва» по хоккею с мячом. И многие достаточно такие большие… А, «Динамо-33» подведомственной динамовской организации, с которыми мы очень активно работаем, продвигая хоккей среди их сотрудников. Потому что многие, конечно, приходят в спорт, именно когда они где-то работают. И очень удобно, когда на работе организовывается что-то, в частности, какая-то хоккейная команда. Я уже сказала, что очень многие предприятия имеют свои любительские хоккейные команды. Все, конечно, зависит от того, насколько руководитель любит хоккей, так же, как в налоговой службе, когда у нас руководитель Михаил Фасевич был у нас. И, естественно, у нас была хоккейная команда финансистов, Федеральная налоговая служба. То есть от руководителя, конечно, очень сильно зависит развитие спорта в конкретной организации. Но ассоциация, она всегда в этом всем помогает, она всегда расскажет, как сделать, что сделать, где можно арендовать лед, где можно купить форму, какого можно найти хорошего тренера. То есть это всегда мы сделаем, мы всегда помогаем. Благодаря нам возникло очень много хоккейных команд. То есть это не то, что у нас вступают только готовые хоккейные команды, и мы их объединяем. Мы также и создаем команды свои. И мне кажется, это тоже очень важно. Чем больше будет хоккейных команд у нас, тем лучше будет развиваться хоккей и спорт, тем здоровее будет наша нация. Ассоциация левитеской хоккей проводит галоматч. То есть галоматч – это какое-то событие. Оно посвящено чему-либо. Первый наш галоматч состоялся 12 сентября 2020 года, когда было 95-летие Жмуртовича, это первый чемпион мира. Состоялся матч по инициативе Николая Петровича Еремина, который работал с ним в одном кабинете. Сын Павла Николаевича, Андрей Павлович, является генералом службы внешней разведки, и он уже входит в постоянный состав команды Ассоциации любительского хоккей. Это был первый галоматч, который был посвящен такому знаковому событию. Это, мне кажется, очень важное событие, потому что мы должны помнить наших ветеранов, помнить Иссулю и гордиться этим. Это очень-очень важно. Очень обидно, когда слышишь, что наши детишки вешают портреты каких-то иностранных кумиров, хоккеистов, и хотят быть похожими на них. У нас есть чем гордиться, у нас есть реальные звезды. Этого мы не должны допускать. И Павел Николаевич Жабуртович, один из таких, и мы очень храним память наших ветеранов. Лига Легенд, это тоже в социале, в нашей Ассоциации любительского хоккея. Все легенды хоккея, мы их очень любим, они тоже вместе с нами. Это был первый матч. Потом были матчи, посвященные открытию авиасалона «Макс», потом был матч на Кубок Патриарха, день, посвященный Дню Работника Безопасности, государственной безопасности, 75 лет отечественному хоккею, и гала-матч «Русская мечта», который мы назвали, как я вам уже говорила, это смешанный матч, хоккей с мячом, плюс хоккей с шайбой. Это мы сейчас будем пропагандировать. Вот такие знаковые мероприятия, на которых собираются. Потом также мы проводили Кубок ветеранов Великой Отечественной войны. Все эти мероприятия проходят на больших аренах, либо Олимпийской деревне Восемь, либо ЦСКА-арена. Присутствует большого количества зрителей, которые могут наблюдать любительский хоккей. Знаете, многие опять же говорят, ну что такое любительский хоккей? Это же любительский хоккей. А мне кажется, он еще более интересный, потому что, да, может быть, нет такого красивого хоккея, но ведь любители играют душой, это самое главное. А зрители всегда чувствуют, когда борются от души. Настоящая борьба. Да, это действительно настоящая борьба. И даже на голоматчах мы никогда не договариваемся о каком-то вот счете, о каком-то результате. И у нас главное это любовь к хоккею. Главное, те эмоции, которые испытывают мои хоккеисты, и которые испытывают те зрители, это все передается. Дорогие друзья, мы будем рады видеть вас с членами нашей ассоциации. Это абсолютно не важно. Хоккейная команда, вы хоккейные лиги или просто отдельный хоккеист любитель. А если вы не играете в хоккей, хотите попробовать поиграть в хоккей, хотите увидеть вживую, то мы будем очень рады видеть вас на наших галла-матчах. Очень многие зрители наших галла-матчах теперь уже играют в хоккей. Мы их просто заразили любовью к этому прекрасному био-спорту. Чем больше будем играть в хоккей, Тем больше будем развивать любительский хоккей Тем больше у нас будет настоящих, мужественных мужчин И тем больше женщины будут восхищаться этим прекрасным видом спорта Поэтому будем очень рады видеть вас членами нашей ассоциации Также, конечно, и предприятия, которые связаны с любительским хоккеем Ну и просто кому интересно продвижение в области любительского хоккея